Ребят, ну а теперь супер предложение для тех пацанов и девчонок, которые выдонатили в свою игру то Mobile Legends, возможно вообще в любую другую игру на мобильных ваших устройствах, будь они на iOS, будь они на Android, и хотел бы вернуть денежные средства. В общем, ребята, хочу вам посоветовать классных пацанов, они помогают вам вернуть все деньги, вложенные в игры за определенный промежуток времени, это 60-65 дней iOS и Google, но смотрите, на iOS без бана игрового аккаунта, на Google с баном игрового аккаунта, но не путайте, это бан игрового аккаунта, не самого Google. Ребят не возвращают по платежам, а только всю сумму целиком, и не всегда это удается, если вам не смогли помочь, играйте дальше, все останется на своих местах. Если вы сами использовали возврат через три точки, да, таким использовался иногда я, или любым и другим способом, найденным в интернете, скорее всего, уже ничего не вернуть с Google аккаунта, но можно попытаться. iOS все еще, возможно, вернуть деньги. Стоит услуга 40% от возвращенных средств по промокоду CHILLSTREAM скидка 5%. Цены могут показаться кому-то большими, но ребята делят эту сумму на пятерых, так как в одну кассу такую большую сумму за указанный период не вернуть. Контакты под видео работают только при общих суммах за период выше 15 тысяч рублей. Поехали дальше. Ну что ж, дорогие пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. Перед началом основной всей части я напоминаю, что у нас розыгрыш на 300 алмазов, все условия продублированы в описании, но прежде всего скажу я вам, вы должны подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий, в котором будет ссылочка на ваш ВК или ваш Инстаграм, чтобы я мог вас каким-то образом просто отыскать. И самое важное, на что я проверяю, это чтобы ваш профиль был открыт, чтобы я видел, на что вы подписаны и что вы лайкнули. Поэтому, может, скопируйте ссылку на свой канал, киньте другу, скажите, посмотри, видно ли или нет. Потому что 89% победителей, наверное, в розыгрышах, они обычно просто не выполнили до конца этого условия. Как открыть профиль есть в описании, но лучше перепроверить и еще что-нибудь подшамать. Подшамать на всякий случай, у нас серии из гайдов, пока меня нет, кстати, меня нет и я в данный момент в Китае, кто хочет, может понаблюдать, чем я там занимаюсь. Ссылочка на мой Инстаграм будет также в описании. И у нас первый гайд на... на Клауда, да. Первым героем я выбрал Клауда, на самом деле, первого персонажа мне было выбрать до жути просто. Я в данный момент играю соло рейтингом, пытаюсь поднять 100 звезд мификов соло, конечно, учитывая тот факт, что я уезжаю в Китай, у меня не будет возможности еще 2 недели поднимать звезды. Но впереди еще целый сентябрь. Так вот, выбрал я этого персонажа, потому что большинство своих каток я просто-напросто отыгрываю именно на нем. И я выбирал героев, на которых я напишу гайды, выбирал именно по количеству каток отыгранных и самым высоким коэффициентом. То есть, можно сделать на Харита, но на Харита я решил не делать, Харита слишком имбокерс, чтобы его еще разбирать. Но если вы хотите гайд на Харита, то обязательно об этом пишите. И гайд на Харита тоже у нас в любом случае появится в конечном итоге. Но героев, которых я выбрал, это герои, на которых отыграно больше всего у меня каток в рейтинг и на которых высокий класс. Да, невысокий у меня процент винрейта, потому что я играю в соло. Если бы я играл не в соло, то все на ком коэффициент 7.0 с командой, это превращается легко в винрейт за 60. Как мне кажется, так вот, я отобрал Грока, у него 7.4 у меня коэффициент, я действительно получаю по 6.5 тысяч, у меня есть определенная тактика персонажа на этом персонаже. Также я выбрал Эсмеральду, ну и я выбрал Клауду, но на Клауде вот 6.8, но 107 каточек и 61% винрейта. Да, на Клауде действительно я могу 10 минут игры просто страдать, получать с себя урон и так больше каток происходит. И в конечном этапе просто затащить и это самый важный этап на Клауде. Ну и давайте, наверное, мы как раз таки перейдем к самому Клауду и будем изучать его способности. Будем изучать, что из себя же представляет этот вот, на данный момент, спасатель. Хотя у него тут много ролей, мне вот этот вот очень скинец нравится, конечно, это самый дорогой скинец в моей коллекции скинов на Клауда. Ну и что, поехали, поехали разбирать. Ну что, и пассивная способность Декстер, это как раз таки наша обезьянка, ее зовут так, ну вот здесь она в роли не обезьянки, а дракончика. Декстер запускает атаку, чтобы помочь Клауду, снова поражая врагов, пораженных базовой атакой Клауда. Наносят 35% базовой атаки Клауда и получают эффекты, добавленные базовой атакой Клауда. То есть все криты, все вампиризмы, все эффекты, например, от меча охотника на демонов или от удара охотника, они все стакаются на двоих. То есть оно работает и от способностей Декстера, то есть Декстер стреляет всегда вместе с вами. То есть ты стреляешь и Декстер на 35% урона стреляет. Мы от этого и будем строить сборку, от этого строится сборка на Клауда. Это последний год, как раз таки персонаж Клауд уже год существует в игре, даже чуточку больше, наверное, год и дней, дней 10. Примерно как-то так. Первая способность Клауда и впервые вообще я вижу так, чтобы так много было вкладочек по способности разных. Что способность делает, как она изменяется с лвелами. В общем, Клауд атакует врагов внутри веерообразной области, нанося несколько физического урона, хотя урон здесь не самый важный, но тоже хорошо, что он есть. И замедляя их на 20%. И скорость атаки на 10%. Когда Клауд поражает вражеского героя или юнит, а не герой, его скорость передвижения и скорость атаки увеличивается на 7, 3,5%. То есть если 10 стаков, а длится 6 секунд, складывается до 10 стаков, да, до 10 раз. Если 10 стаков, то это 70% скорость передвижения и 35% скорость атаки. Настолько увеличивается. Здесь все подробнее расписано, про кражу скорости передвижения написано, но тоже это не совсем мне, на самом деле, понятный момент. Да, мы замедляем цель, но что прям и кражу скорости атаки, да, я увеличиваю себя, но я не ворую на постоянной основе. Это мне немножко непонятно, но это не мешало мне брать 50 звезд, когда я брал в соло, играя на Клауде и добиваться там третьего места в Республике Беларуси. Если себя на этом персонаже не мешает и сейчас иметь винрейт на этом персонаже выше 60, а для меня этот винрейт уже... Для меня все, что выше 58-59 кажется прям уже прям изысканной фишечкой, но это при условии, если там отыгранных хотя бы каточек 60. Потому что до этого у меня бывает, что у меня там на диге 100% винрейта было 8к в этом сезоне. И не считаю это большим достижением. Вторая способность, очень важная для нас способность, наш эскейп, позволяющий нам таскать с собой всякую дичь в обилочках. Там, допустим, казнь новую, которую используют очищение. Это все потому, что у нас есть уже боевая голограмма. Если бы ее не было, была бы другая какая-нибудь способность, допустим, то пришлось бы нам носить, наверное, вспышку. Клауд останавливает зеркальное изображение Декстера в выбранной области. Оставляет, да. Зеркальное изображение Декстера автоматически атакует врагов, длится 5,5 секунд. Клауд может активировать эту способность снова, чтобы поменяться местами с зеркальным изображением. Базовая атака Декстера наносит 35% урона базовыми атаками Клауда и получит эффекты, добавленные в базовые атаки Клауда. На самом деле, раньше эта способность стояла дольше, наверное, секунд 7-8. И можно было несколько раз прыгнуть. И очень классно можно было мансить от врагов. В общем, я все продемонстрирую, как это работает, кто только начинает играть в игру. А этот Клауд для начальных... Этот Клауд, которого я вам расскажу, и про всех героев, которые будут в серии гайдов, пока меня не будет, на каждом из этих героев вы можете спокойненько просто так пролетать, мне кажется, в миф. Вообще не запариваясь, причем что их можно брать, даже ту же Эсмеральду ее можно пикать. И на них не так сложно выигрывать. И у меня есть определенная тактика на двух этих... на трех этих персонажей, по которой я играю, и по которой мне казалось, кажется, было бы пройти очень просто. Ну и превосходный дуэт, наш ультимейт. Наш ультимейт это наша основная действительно способность. Вероятнее всего, хотя каждая способность очень классная и необходима персонажу, чтобы убивать. Если какой-то одной из способностей не будет, вероятнее всего, Клауд не будет уже таким хорошим. Хотя он и уже немножко подучхамирился, больше любит Грэнджера брать, у него урона больше. И на Клауде, по большому счету, сейчас уже остаются играть только те, кто уже умеет играть. Но если вы научитесь играть, у вас много всего интересного получится. Я думаю, мифик вам точно должен быть обеспечен, если вы там прокачаете эмблемки и будете усовершенствовать свою игру на Клауде. Клауд и Декстер начинают атаку, нанося непрерывно урон врагам поблизости. Длится 3 секунды, каждый удар наносит 80-15% общей физической атаки, единиц физического урона двум врагам. Этот урон получает эффекты, добавленные к базовой атаке Клауда. То есть, например, у нас есть вампиризм, мы будем оттуда вампириться. Например, у нас есть меч охотника на демонов, мы будем наносить дополнительный урон от ХП противника по нему мечом охотника на демонов. И это основная наша задача. Также генерируется щит на 20% плюс 3 общей физической атаки очков. Дополнительная скорость атаки также увеличивает шанс попадания, когда атака Клауда в разгаре, вражеские мионы получают 400% урона. То есть, чем выше наша скорость атаки, тем точнее наши выстрелы, когда мы крутимся и атакуем наших врагов. В общем, это так. Плюс, ну, по миньонам, да, это не принципиально, но мы тоже будем постоянно использовать ультимейт для того, чтобы разбирать пачки миньонов на своем пути. В общем, все, что мы знаем по Клауду, мы сказали. Ну, я тоже. Все, что знаю по Клауду, я вам сказал. Ну, и давайте перейдем к подготовку и к снаряжению. Здесь, на самом деле, все дико варьируется, на самом деле, дичайше, дичайше, пипец, просто такое разнообразие. Ну, видите, да, три сборки у меня в разное время добавлены, и все три сборки начинаются, даже три сборки, четыре одинаковых первых предметов. Я бы сказал, костяк первых трех, именно, сапог и меч охотников надемонов и золотой посох, а дальше уже все идет на усмотрение, но косакорость действительно хорошо ускоряет персонажа. И вот наши основные два предмета. Это меч охотников надемонов и это золотой посох. То есть, золотой посох постоянно отнимает... Давайте я вам прочитаю, как это работает. Поглощение. Уникальное пассивное поглощение. Базовые атаки наносят 9% текущего очков здоровья цели в качестве дополнительного физического урона. По миньонам и монстрам урон больше на 60. То есть, 9% конечно, слишком много как-то это выглядит, потому что если всегда 9%, ну да. Чем больше хп, тем больше отнимаем, тем меньше хп, тем меньше уже. Меч охотников надемонов работает. Ну там легко уже добить в конце, когда мало хп. Меч охотников надемонов. И в чем суть? То, что стреляет Декстер, стреляю я. То есть, я стрельнул, отнял 9% от текущих очков здоровья. То есть, допустим, у него 100 хп, я отнимаю ему дополнительно еще. То есть, мой выстрел на 20, плюс еще 9 я отнимаю пассивкой. У него остается уже, значит, 71. Я правильно посчитал. 79, 79. Тут же, в эту же секунду Декстер делает выстрел. Отнимает 9% от этого хп. И 7 хп он отнимается от того, что... Обычный своей атакой базовой. Ладно, очень сложно. В общем, стреляем Декстер, стреляем мы. Меч охотника надемонов. Очень классно работает. Золотой посох делает так, чтобы... Иногда вот этот вот эффект меча охотника надемонов срабатывал просто дважды. Можем прочитать, как это все... Это все очень сложно, на самом деле. Понимание может работать для тех людей, которые только появились. Уникальное пассивное ускорение невозможно... А, ну, во-первых, если вы покупаете золотой посох, то криты пропадают. Все криты преобразовываются в скорость атаки. Но нас интересует другой. Удар бесконечности. Обычные базовые атаки добавляют в заряд удара бесконечности. После накопления двух зарядов удар бесконечности... Эффект следующей базовой атаки запустится 3 раз. Ну, запускается 3 раз, но действительно не 3 раз. То есть на третий раз он запустится 2 раза. То есть эффект на... Каждый, получается, наш второй-третий выстрел, да? Где-то там. Каждый второй выстрел срабатывает меч охотника надемонов сразу дважды. Ну вот. В этом, в общем, основная суть. Сильно не напрягайтесь, потому что это... В некоторый момент может быть очень сложно. Короче, большая скорость атаки плюс замедление нашего врага, который от нас пытается все время убежать. Ну и дальше тут, смотрите, на свое усмотрение. Это, конечно, для самых изощренных уже что-то попробовать. Супер дикая топор кровожадности и удар охотника. Действительно, с топором кровожадности в ультимейте можно пожить чуточку дольше. Но у нас есть вторая способность. Там не нужна вспышка. Мы залетели, проултовались и улетели. Удар охотника, но тоже на любителя. Мне не очень нравится. На самом деле, чаще всего я использую антифиз. Если вот этот вот вестер природы, его можно потом тапнуть. И весь физический урон потом летать не будет. То есть, если я чувствую, что другое АДК меня уже начинает превосходить в другой команде. Или же там есть какой-нибудь Хаяба, например, который может у меня впрыгнуть, начать атаковать. Хиллкарт, который может запрыгнуть у меня и сразу же сделать большой урон. Да любой физ урон большой. Я сразу же ветер природы собираю. Это дает скорость атаки, это дает вампиризм. И чаще всего, практически в каждых катках, я беру этот предмет. Ну и в последнее время я полюбил брать золотой метеор как защиту. Правда, магическую защиту плюс щиток. Правда, не дает он ХП. Когда-нибудь лучше взять и щиток Афины, но если все хорошо у нас складывается по игре, то лучше взять золотой метеор. При этом, очень часто я использую еще в последнее время, давайте покажу, лесной предмет, мачет хищника пытаюсь собрать. Потому что уникальный пассивный, вылетает чистый урон и чистый урон в дополнительной скорости атаки. Очень полезен к Лауду, но в принципе и все могло бы быть по способностям. Смотрите, тут много вариаций, я вам буду показывать тот вариант с казнью. Потому что это последнее, что я увидел, это используют лучшие игроки на Клауде в данный момент. Но, бывают катки, когда против вас играет Аврора, когда против вас играет Бритинги, вы это сразу видите. Когда против вас играет, например, Чу, очень часто довольно, хотя я вчера играл много каток, я не использовал все равно чищение даже против Чу. Потому что Чу мне и так, если хочет забрать у меня очищение, может не спасти. Хотя, в большинстве случаев все же очищение против Чу спасет. Использую казнь, чтобы вначале наделать много киллов, попытаться сделать хотя бы немного, хотя бы парочку киллов для того, чтобы... Для того, чтобы... Мои эмблемы убийцы, чтобы получить дополнительный золо. Чтобы просто поубивать вначале, чтобы собрать побыстрее меч-хотника на демонов. Потому что я вам расскажу проблему Клауда, самую важную. В общем, все вы узнаете. Поэтому я использую эмблемы убийцы. Ну, тут скорость передвижения плюс физическое проникновение. Хотя, если так предложить вам, что еще можно предложить? Ну, вот это вот все ерундеж второму ряду. Физатака, перезарядка навыков. Перезарядка навыков можно взять, чтобы там попроще было с первой способностью ее кастовать. В общем, на этом все. Да, у меня 60 уровень эмблем. Но вы знаете, что вот эти вот эмблемы получаются уже на 20 уровне. И по эмблемам маленький экскурс для тех, кто начинает играть. Первые две вообще не трогаем. Вообще стараемся не прокачивать. Это в пустую трату времени. Просто в пустую трату времени. Я прокачал, потому что у меня прокачано все. Хотя физически были первыми эмблемами, которые я прокачал. Но это была моя ошибка. Да и в тот момент, когда я начинал, не было вот этих вот всех фишечек с талантами. Когда я начинал только играть в игру. Вот этого вот всего вкусняшности вот этих вот не было. Это только появилось потом. Так, это у нас... Это у нас что такое? Мне сейчас не будет таланта моего с монеткой. Как я вот так быстренько пересобрал? Скажите мне, пожалуйста. Я на самом деле не понял. Можно как-то тапами поменять, что ли? Вроде нет. Надо заодно переформировать. Качаем убийцы, качаем магические, качаем бойца, качаем поддержку стрелка. Но все в зависимости от класса, на котором вы играете. То есть вот магические. Для магов, для всех магов абсолютно, используются эти магические. Все маги, вот эти вот магические. Маг-убийцы, типа Гасанчика и Карины. Бойцы используются на многих персонажах, на самом деле, тоже. Есть классные перки, особенно второй перк. Поддержка тоже на многих персонажах используется. Вот, как это я... А, ну да, на нижнюю можно тапать и менять уже талант. Ну понял, хорошо. Это возможно смена. Стрелки для стрелков, хотя вот я играю с убийцами. Лес никем практически не используется. Только любителями супер. Вот, например, я люблю очень поиграть с Возьмездием. Ну ладно, у нас клауд. И давайте, хватит разглагольствовать. Мы залетаем с вами в обычный матч. И я пытаюсь показать все, что я умею на этом персонаже. И рассказать, как вам на нем стоит действовать. Ну что, начинаю катку. Да, играю обычку. Здесь действительно только один персонаж с таким контролем, который мог бы меня напугать. Это как раз-таки Гвиневра, которая вот стоит тут рядышком со мной. Приконамия может поднять и мне бы помогло взять очищение. Но я использую другой предмет. Не предмет, а обилку. Использую казнь. И надеюсь, я покажу, как казнь работает и почему именно ее я решил взять. Вообще, урона там очень много. Но если затянется эта катка до лейта, по-любому будет наша победа. У нас есть Алдос. У нас есть танк, который в лейте тоже нам может помогать. У них такой функции нет. Призыв танка. У нас прям призыв, призыв, призыв танка. Ну и, куда я иду и что делаю? Вообще, если вы играете командой, если у вас хорошая команда, вы ходите, например, сразу после мида, вы заходите на вот эту вот монетку, идете наверх на этого крипа, идете на монетку наверху, то, конечно же, клауд должен стоять соло топ. Чтобы и ждать для того момента, когда к нему придут его тиммейты, помогут ему с монеткой, он там спокойно заберет своих крипов. Если вы играете соло рейтинг, как играю я, и ты не знаешь с кем, что и как будет, то лучше действовать либо низ, либо вверх, тут уже без разницы. Но мне больше нравится низ, потому что здесь попроще добраться до лесных крипов, которых я попытаюсь забрать. Сразу я покупаю медальончик, я его не купил, и покупаю один лесной предмет. Просто. Затем я пытаюсь до конца улучшить сапог. Хорошо. Тут пытается даже состилить. Получается у меня состилить первой способностью. Сразу же покупаем еще медальон, потому что мы по КД должны юзать первую способность и стараться, стараться изо всех сил не терять стаки. Вероятнее всего, я их потеряю, хотя нет. Удалось сохранить. Закидываю вторую и сразу же прожимаю ее еще раз, и оказываюсь возле этого крипа. Да, отлично, тут Клауд немножко... Клауд. Ланселот немножко ошибается, поэтому мне удается забрать этого крипа. Сразу пытаюсь попасть по трем целям своей первой способностью. Действительно, это очень легко у меня получается. Мы пытаемся этого крипа не добивать и стакнуть с него нашу первую способность. Буквально немного мне не хватает. Придется, наверное, здесь отпрыгнуть. Постанем еще раз первую. Успел стакнуться. Мне очень, очень сильно нужны сейчас 230 голды. Вот я вообще сместился в мид, потому что никого здесь нет. Нет сейчас. И если у меня будет 230 голды, то, естественно, я спокойно буду восстанавливать ману, забирая крипов. Ну, вот как раз-таки появляются у меня 230 голды. Дождемся следующую партию крипов. И смотрите, что я вам продемонстрирую. И это я делаю сплошь и рядом. Просто захожу и моментально разбираю крипов. На постоянной основе пытаюсь использовать эту возможность. Сейчас бы мне лучше просто подфармливать. Ну, вот удачно удается залететь здесь. Ну, и пытаемся как раз-таки сделать казнь для того, чтобы сделать скилл. Для того, чтобы получить наши деньжата. Чтобы наши эмблемы начали работать. Наши эмблемы уже начали работать. И плохо, когда ты берешь эмблему убийцу, у тебя нет ни одного кила, и ты их не реализовываешь. Ребят, заходят в черепаху. Действительно, очень легко Лилия может позволить тебе забрать черепаху. Поэтому она туда и отправляется. И я думаю, вскоре как раз-таки я получу еще дополнительный опыт от черепахи. Вообще, я могу дождаться здесь следующую партию. Ну, и теперь я пытаюсь очень быстро собрать меч охотника на демонов. Это самый важный предмет. Без него Клауд практически ничего не может. То есть, да, у нас реворкнули Бруно. Ему мячик откидывается назад. Неплохо, неплохо, неплохо. Он его прям вылавливает. Атакует только это способность. Ну что, сапог на ману использует? Нет, сапог на скорость. Атак все же использует. Ну, смотрите, как неплохо меня проатаковал сейчас. Можем мы вернуться... Запрыгнуть сейчас в мид. Разобрать здесь моментально крипов. Также моментально отсюда отойти. Но вот здесь, конечно, Джонсон промазал. Хотя на карте я уже подсвечивал Алукарда. Да, опять же, тот же прикол. Но тут другой со мной прикол делает Бадан. Хотя я практически выживаю, практически ухожу. Но в последний момент он меня забирает. Не забываем про лесных крипов. Только мы появились, сразу же пытаемся найти каких-то лесных крипов, чтобы их забрать. Потому что у нас уже, по сути, стакается лесной предмет. Просто у нас его нет. Но как только он появится, все стаки сохранятся. Еще когда у вас мало ХП, вы можете помонтить вот таким вот способом. От лесного крипа он будет с одной стороны в другую сторону за вами бегать. Ну и понимаете, вам ультимейт могут сбить только персонажи, которые вас могут поднять в воздух. Либо такие персонажи, как Франка, например, которые вообще останавливают все, что движется. Да, хорошо, здесь очень много урона у Ланцелота. У него высокий уровень. Видимо, у него там Мачете Хищника уже есть. Но не Мачете Хищника. Удар Охотника пока что. Но скоро это, видимо, превратится в Мачете Хищника. Он забирает абсолютно все, что есть в лесах. Ну и мы сносим здесь Тавр. Можно было бы использовать ультимейт, но учитывая, что здесь две цели, мы и так легко справимся. Я собираю Меч Охотника на Демонов. И теперь мой урон действительно становится супер мощным именно по героям. На крипах это так не видно. Вот по героям видно. Запрыгиваем. Сразу же кастуем первую и тут же прожимаем ультимейт. Прожимаем ультимейт. Да, даже несмотря на очень сильный ультимейт Баданга. У Баданга очень сильный ультимейт. Причем он меня подловил под стеночку. Я забрал здесь баф. Это ошибка. Он меня тем более узнал. А я вот так вот поступаю с его бафом. Есть у нас Мачета Хищника. Но в принципе так хорошо я иду, что я попробую ее сразу улучшить. Потому что это будет дополнительно чистый урон. Лилия говорит пофиг, потому что меня узнал. На самом деле Лилия, у которой забрали баф, была бы очень злая на то, что у нее отбирают баф. Я думаю, все же могу. Баф нужен. Видел я только что героев в миду. Поэтому предполагаю, что они могут сместиться в эту сторону. Но вот смещение не появилось здесь. Поэтому продолжаем фармить, как и фармили. Мы можем оставить этого крипа Алдосу. Так и быть, раз он все же стакается. Но здесь меня подловил, да, Баданг. И таким же, в принципе, способом. Убийца и казнь. И меня забирает. Неудачная встреча. У меня с Бадангом получилось. Ну, в принципе, так как я пытался подловить кого-нибудь стоя в кустике. Меня подловил также Клауд. Увидел, что я с мидой смещаюсь. Увидел, что я стою там. Это тоже урок для вас. И я не знаю, как попытаться не попасть на такую штуку. Но пытаться проверять первой способностью. Да, не знал, что добью крипа. Нужно было пытаться юзнуть первую, чтобы не потерять стаки. Ну, типа вот так вот. Бегаем вокруг этого крипа. И как раз у нас 6 стаков. Это нам очень может помочь в замесе. Но очень просто моя команда справляется с командой противника. И катка может получиться вот в этом плане непоказательной. И очень быстро закончится. Ну, давайте попробуем ультануть таким вот образом. Ну, и хотя бы какой-то килл сделать. Но, на самом деле, очень-очень слабый противник нам попался. И, возможно, он тут вскоре сдадится. И сдастся соперник. Да, сдадится. Такое себе слово, по-моему. Ничего не успею. Интересно вам рассказать. По катке именно. И мало моментов будет. Ну, вот Баданг. Опять он норовит меня прыгнуть. Видимо, своей способностью. У меня пока что нет ультимейта. Да, делаем урон, но... О, очень быстро тут все заканчивает. Совсем скоро появится у меня ультимейт. Ультимейт. Можем понастреливать тут по алукардику, пока он совсем рядышком. Но здесь точно бы я собирал антифиз. Здесь Бруно. Здесь Баданг. Здесь алукард. То есть предмет, который я вам показывал в начале. Антифиз. Я бы по-любому его здесь взял. Ну, и сразу же после этого, наверное, предмет как раз-таки я бы его и покупал. Есть вот 6 стаков. 7 стаков. Ну, давайте попробуем. Не очень удачно все же. Опять же, стоял он возле стеночки. Ему не обязательно попадать кулаками стенки. Главное, чтобы он был возле стены, например. Он спиной может касаться. Этого будет тоже более чем достаточно для Баданга. И могло супер неудачно для меня получить. Сейчас я мог умереть. Чаще всего нужно просто запрыгнуть, сделать урон и улететь. А там команда пускай доделывает. То есть, если вы, в принципе, сделаете 50% урона, это будет более чем достаточно. Но самая главная суть, это хранить стаки. Ну, вот противник издается. Буквально 9 минут у нас прошло с начала игры. Да, наверное, я попробую рассказать вам. Я не хочу, я хочу, чтобы это была примитивно обычная катка. И я не хочу, чтобы это было супер что-то затянутое. На самом деле, если вы хотите посмотреть, как я играю на клауде, вы можете глянуть большинство стримов. Я постоянно играю. Только там вы можете встретить маты. Поэтому это может быть 18+. Это я в видосиках здесь такой милый и не ругаюсь. Но вот 7,5 коэффициента умудрился получить. Все же 5,2,5 счет. За это время успел сделать. Урона немного, больше пуша. Но пуша-то хорошо. В любом случае, старайтесь пушить. Настройте кнопки. Как настроить кнопки, я сейчас вам тоже покажу. Обратите внимание, что вот, есть управление. И тогда появляется атака исключительно крипа и атака исключительно тавра. Атака исключительно тавра очень важна. Вам часто нужно будет заходить по тавру, стрелять. Будут рядом враги. Чтобы их не атаковать, чтобы тавр не отбился на вас, вам нужно только стрелять по тавру. Ну, в общем, на этом все. Наверное, остается только вот добавить по поводу последней катки. Да, у нас в противниках было 1, 2, 3, 4 физ урона. И только одна гвеневра. То есть, нам бы по-любому понадобились некоторые предметы. И я, наверное, скажу, как бы развивалась моя сборка в этой катке. Снаряжение для клауда, да. Раз я собирал немножко иначе, все же сборка у меня получилась. То есть, она была такой. Здесь бы у меня по-любому появлялся антифиз. Ну и последним предметом я тоже попытался бы, наверное, 4 физических урона каким-то образом защититься от противников. И, вероятнее всего, да, это бы и остались крылья королевы апокалипсиса. Я думаю, мне бы хватило урона. Ну и в последнем, в последнем моменте, когда бы я собрал это все, вероятнее всего, если бы я почувствовал, что мне немножко не хватает скорости атаки, урона, я бы поменял лесной предмет в конце на косу коррозию. То есть, сбросил, да, потерял свою сборку. Ну, не важно. Кстати, вот этот вот сапог, ну, это прям, это прям что-то, что-то дикое. Главный костяк. Сапог на ману. Меч охотника на демонов как можно быстрее. Максимум, все, что вы можете сделать, это потратить 280 на лесной предмет. И золотой пост. Еще раз напоминаю, лесные, ой, эмблемы убийцы плюс казнь. Это вот мой гайд на данного персонажа сегодня. Если бы я записывал этот гайд месяц назад, то это было бы, и это сейчас, в принципе, актуально. Это эмблемы стрелка со вторым перком. Не выбираем здесь криты. Физ атаку главное и скорость атаки. Все, например, так. Здесь вы можете перезаривать навыков. Ну, нет. Лучше все же скорость атаки и физ урон. И второй перк. Он позволяет нам ускоряться каждые 10 секунд. Ускоряться, плюс немножко восстановить кп и немножко замедлять врага. В общем, здесь много вы можете прочитать. Я прочитаю вам. Так и будет. Следующие полторы секунды. Приносение урона базовыми атаками. Скорость перемещения будет повышена на 40%. И исполняется здоровье эквивалентно 30% от физической атаки героя. В общем, как-то так. На самом деле, главное, что я могу ускориться, стрелить и догнать когда-нибудь цель. Это для меня было самое важное. Вот в этом всем деле. Ну, и по способностям чаще всего это очищение. Но изредка это все же был щиток. Щиток, потому что, например, ну нет контроля там большого. Зачем, если, например, против того же Алкварда очищение мне не поможет. Ну, а сейчас появилась казнь. Она всегда была. Тем более, ее улучшили. Ну, это произошло уже месяц, наверное, 6-7 назад. Когда ее улучшили. Если мы все же казнью добиваем, либо делаем там, наверное, в последние полсекунды, когда умрет герой, можем даже не добить казнью. Иногда бывает такое, что убивает кто-то другой персонажа, но у меня казнь уходит в КД и перезаряжается до 55 секунд. А не 90. И вы можете ее использовать довольно-таки часто. Еще раз напоминаю про розыгрыш. Напоминаю про возврат средств. Ссылочка есть в описании. Кому это интересно. Как вернуть большую сумму денег. Всем огромное спасибо. Подписывайтесь на канал. Чекайте мой инстаграм. Я сейчас в Китае, вероятнее всего. Может быть, я уже, конечно, вернулся. По возвращению проведу все розыгрыши. Всем спасибо. И до новых встреч. Пока. Продолжение следует.